Добренько! Всем добренько! Всем, друзья, добрейшего вечера! Будем сегодня поиграть. Лефт-бехайн пройден. Все пройдено. Ждем зрителей. Как зрители подтянутся, так мы начинаем. Сейчас посмотрю, сколько. 13 человек пока что. Ждем остальных. Ждем остальных зрителей. Всем привет, друзья! И начинаем. Всем привет! Да кого тошнит от игры? Мы сейчас играем за компанию за аду вообще-то. Многие ее ждут, между прочим, эту компанию за аду. Я играю ради вас, блин. Вы меня просите, сыграй компанию за аду, сыграй компанию за аду. Я вообще не хотел бы играть в компанию за аду. Я вот насколько люблю 4-й резидент, но сам лично компанию за аду два раза всего в жизни проходил. Автошколу закончил, а вот чтобы там позвонить в автошколу, договориться, это уже очень сложно и это невозможно практически для него. Поэтому я не думаю, что он вообще когда-то в жизни получит права. И голланд, стало быть, тоже не купит. Но он такой, знаете, это будет... Он машинку-то эту самую для стрижки волос уже пятый год ходит. Я ему еще пять лет назад говорил, вот, говорю, в техносилии у нас есть машинка Мозор. Даже, по-моему, больше пяти лет назад прошло это. Вот Мозор, говорю, вот она стоит там 800 рублей. Я не помню, сколько она стоила по тем деньгам. Вот ее, говорю, если тебе нужно машинку, вот покупай. И он каждый выходной или там раз через две недели приходит в магазины электроники, смотрит машинки для волос и не может решить, какую же взять все-таки. И все-таки вот лет через шесть он смотрит, блядь, ну все-таки, наверное, Мозор возьму, да? Давай съездим еще раз посмотрим, хотя он тысячу раз уже ее там смотрит. Я говорю, пока ты думал, Вальдорадо эту машинку уже не продают, есть она только в ДНСе. И стоит она уже не 700, а почти 2000. Ну, говорю, можете, ну и все, и он, короче, опять лет на шесть будет думать про эту машинку. Вот, так что купить Галант, ну это не вариант. Я помню, как рюкзак он себе покупал, что-то какая-то распродажа была рюкзаков в магазине. Не помню, в каком-то магазине вот этих сумок. И рюкзак-то хороший, 700 он крутит, полчаса стоял, рассматривал его, думал. Полчаса стоял, потом ушел, потом еще на следующую неделю пришел, еще полчаса смотрел, думал. Потом еще через две недели, ну ладно, наверное, все-таки куплю рюкзак. А его уже продали нахуй. Я говорю, ну дольше думать надо было. Вот, и с машиной точно так же было бы. Вот даже если бы сдал на права, я ему тысячу раз бы предлагал свой Галант. Он бы думал, 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 в итоге я бы его продал. А потом он за те же самые деньги или дороже купил бы какой-нибудь говно убитый, там весь ржавый, ушатый, тоже Галант. Но зато, блядь, зато обдумал бы все. Вот, это невозможно, короче, ему продать машину, так что я не надеюсь. Так, блядь, что-то я с управлением, это, блядь, я не понимаю. Так, и почему, ну? Что-то мне кажется, немножко по-другому управление стало или я отвык уже. Лучше бы на PS4 играл, ну ладно. Потому что что-то я подотвык за это время от управления. Ха-ха-ха. Так, ладно. ну ладно при ну бьешь тетку блять сраны тогда закнись ты нахер блять и шаг поганый ты там блять орёшь на чучино болотные и что дальше в жопу пошла блин всем привет друзья рад всех приветствовать сейчас мы начнем уже на профессионале проходил один раз так я в основном на среднем либо на легком играет но обычно как правило какой компик конфиг компа ну на самом деле не очень конфиг компа 730 блять семьсот семидесятая видеокарта gtx процессора md 8350 8 гигов оперативки не очень хороший фон офис ну на xbox 360 playstation 3 тоже в принципе нормально эту игру играть киллзон на ps2 я не думаю что эта игра интересная там она так себе вообще киллзон нормально стал только со второй части нет это не 4 не ходы если повторно проходите игру то вам будет доступно оружие прокачано и бесконечные патроны тоже надо по определенные условия выполнить чтобы они стали доступны помню то ли пройти игру за какое-то определенное время я вот сейчас уже точно не помню какие нужно условия соблюсти чтобы получить это оружие но это все легально то есть это фича игры нигде не мечетов не кодов я не использую это все легально абсолютно я не могу мне помочь вот ну собачки извините я не могу мне помочь хоть у нас и спидран но на это я все-таки пару секунд уделю просто я не могу мимо нее пройти игра до локализованно на компьютерах естественно на этом на консоли на консоль и не помню 0 вроде тоже локализована сегодня мы начинаем играть раздельта его 4 режим сложности профессионал естественно и мы будем играть версию для playstation 3 а именно японскую версию ревайл selection диск у меня есть сейчас я вам его продемонстрирую вот такая версия вот ревайл selection а выходила исключительно только на рынке японии содержит в себе resident evil код вероника ну под веронику я с этого диск проходить не буду прохождение кода вероники в принципе на канале имеется есть кому интересно и проходить буду свою любимую игру это 4 resident evil я этот диск ни разу не играл чисто в коллекцию он у меня присутствовал но всегда хотелось заценить вот эту вот японскую версию для playstation 3 и то же самое касается если будете говорить что плазма говно ребячество не ребячество меня это уже достало привет дмитрий ну что ж друзья всех рад приветствовать в этот теплый вечер давненько уже не виделись и сегодня будем играть собственно на nintendo gamecube в резиденты 4 японскую версию вот эту почему ее выбрал потому что в основном будем общаться и также для фона я буду проходить resident evil 4 значит единственное я хотел его сначала вообще на ps4 пройти но потом подумал что а давай-ка пройду его ну возможно сегодня не получится конечно его до конца пройти потому что планов пройти именно до конца его нету если я задумаю прям пройти пройти то буду играть естественно там 4 playstation скорее всего так сейчас секундочку и будем сегодня играть значится вот в эту вот японскую версию сейчас вам покажу как она выглядит а такая коробочка японском языке на двух дисках внутри это дело смотрится два диска мануальчик вот сам gamecube sony пиви конечно же а куда же из sony пиви не пиви это замечательная вещь на нем мы будем играть единственное что косяк gamecube версии resident evil 4 то что она всегда на 16 на 9 в отличие от ps2 версии ps2 на на весь экран а gamecube только 16 на 9 вот а так у меня конечно resident evil 4 на всех приставках есть на playstation 4 есть на 3 есть вот она playstation 3 тоже есть вот он ну короче на всех имеется практически потому что я его очень люблю это моя любимая игра поэтому сегодня будем в мою любимую игру играть я также буду вам попутно что-нибудь рассказывать вот короче давайте играть давно я хотел попробовать с того чудного геймпада по поиграть ну как по мне дурацкий но может удобный посмотрим но сочи лучше естественно если сравнить адлер он такой и потом ну чуть менее там грязно там чуть более грязно там такие повсюду какие-то магазинчики самострой какой-то частный сектор то все дела сочи вам прям такой супер красивый вот там встретил подписчика олега сочи но может он сейчас в чате не знаю смотришь олег пищать и ты меня не смотришь мог в общем привет тебе вот мы с ним гуляли два дня получает суббота воскресенье он там нам показал все достопримечательные ну практически все основные достопримечательности сочи вот всякие разные там и роза хутор мы ездили и заброшенный отель арджиникидзо вот этот вот старинная но ролик я пропущу с вашего позволения потому что так и наверно потише сделаю игру вот пользовался этом кара вела шерингом вот это урен байк но вообще если хотите можете в инстаграм зайти там несколько фоток я выкладывал там на великах катался на там через приложениях оплачиваешь на самокатах катался там есть тоже несколько видов прокатов самоката этом в олимпийском парке сочи нашли там саньком очень крутые самокаты 30 километров в час которые едут обычные самокаты там 10 15 20 а мы находили такие которые прям прут там 31 32 скорость очень хорошая катались по олимпийскому парку некоторые музеи ходили там в автомобильные музеи ходили очень много на трассе формула-1 был везде принципе был практически где-то можно быть на набережных ходил на всяких там где яхты там стоят набережная сочи там очень красивая такая прекрасная с кучей самых дорогих яхтам супер крутых набережная адлера очень понравилось еда там просто изумительная там армяне готовят вкуснейшую еду просто подели там в одну армянскую столовую при автосервисе дешево и при этом очень вкусно также вообще в принципе в целом в сочи очень много хорошей вкусной еды чего не хватает мне здесь если здесь я живу и у меня тут в основном всякие эти фастфуд какие-то там дурацкие пиццерии с херовой пиццерии и по сути ничего то в сочи или в адрере прям еды просто завалиться одно удовольствие заходишь если допустим вот если допустим как еще потише сделаю потому что у нас игра для фона как вы понимаете вот и опущу заставочку сейчас и у нас по сути не нечего покупать то есть одни эти пятерочки магниты монетки и всякие разные а там на рынок захожу там столько всего столько крутого везде готовят так вкусно мне очень понравилось вот в плане еды очень чисто вообще в самом городе опять же отличительная особенность сочи адлера в отличие от других российских городов там идеальная чистота все дороги идеально чистые ровные машины против в обращении возможно практически найти машину грязную то есть все машины чистые все чисто очень хорошо что не понравилось это движение допустим вместе бы там двигаться на автомобиле но очень сильно надо привыкать и думаю там с аварийной ситуации большая то есть допустим если в адлере то там очень любят на тротуарах парковаться идешь про того тротуару тротуар узкий блин и там куча блин машин стоит прямо на тротуаре и как бы полиция на это не не обращает внимание и вообще в принципе такое движение хаотичное постоянно пробки какие-то бывают бред олег как отдых прошел привет привет вадим нормально воды вот как раз сейчас рассказываю про это зефирчик сейчас у матери живет она его кормить все хорошо с ним вот и движение конечно такое там себе но при этом очень крутые машины некоторые попадаются там супер дорогие есть просто редкие есть допустим те же японцы старые есть красивые в идеальном состоянии но естественно они все лучшем состоянии чем у нас допустим если там у нас есть какие-то марк 2 к примеру или еще что-то такое редкое там то в сочи как правило они намного лучше выглядят очень хорошем состоянии все но и куча естественно дорогих всяких там и ford mustang всякие прочие видел добренько друзья до добренько друзья сегодня будем играть в резидент и вал 4 самую лучшую игру на свете как говорится по многочисленным именно что помогла по многочисленным просьбам подписчиков я сегодня впервые в жизни пройду резидент и вал 4 на самом блеха муха ублюдском в мире управления это с помощью вот этой hero и родин вот этих вот которых я считаю ну я не знаю самое богомерзкое что придумала человечество на мой взгляд кому-то это хрень нравится на самом деле сэр собственно давайте чего там блин ковыряетесь не видели вот эту вот девочку светленькая такая хорошенькая лет 17 посмотрите фотографии пошел ты нахер жиденов ты чуть сюда приперся тори сори мэн полегче полегче давай без этого да ты чё за топор то схватился дядя ёпты ты сумасшедший что ли на что и блядь я правительстве на агент на устреляю на поражение придурок мэй дает ты ж нахуй блять хера хер попадешь с этой говня о спасибо михаил еду на днях удачи не болеете пацаны передай моей леночке привет . . спасибо большое братан леночка тебе привет от олега керману помить не могу нашли нахер да хоть заткнитесь там нахрен а бабка сидит в этой будке тоже не пойдем туда так все прицел дергается это бля поебота блять реагирует на мои три руки три сучки вы же знаете как из меня руки это не руки а руки вот такие какая нахрен блин я когда электриком работал столько блять проводов по замыкал из-за этих три сучек блять один раз медаль в щиточек полез блин дали фирмовый инструмент ну там что-то своего не было там мужики в сервисе блять типа автосервис какой-то ну на работе блять вот у нас отвертка из сервиса я блять вот этими руками нахрен машинку блять 0 с фазой замкнул блять там нахер от отвертки ничего не осталось во всем сервисе свет нахрен потух вообще капец потом пришлось отвертку им покупать попадем в дырочку лёня в дырочку попадем вот в эту попали хорошо ленька молодец в дырку папа какой же ты молодец а я тебя я тобой горжусь лёня давай вот спасибо за да привет олег теперь осталось пройти рее 4 на руле не на руле проходить не будем спасибо за донат конечно так лёня давай блять перезарядку найдем как-то там блять как она перезаряжает да нет малин нас так убьют блять там бабка уже припёрлась а являет не знаем как пересередить нахуй блять что-то вообще запутался нахуй с этим управлением блять сейчас башку нахрен отпилят лёня блять сейчас мы точно в бисбо плане картинки самая убогая версия мне честно говоря тоже так кажется особенно в чемодане самой то игре еще куда не шло видно что разрешение чемодан заходишь такая там муть конечно нет вот так вот еще когда без чуток люне как нам перезарядить ствол такой были вообще там запутался с этим управление мне башку нахер отпилили уже всем дорогие друзья я всех рад приветствовать сегодня мы играем resident evil 4 версию для gamecube gamecube nintendo nintendo gamecube это одна из интереснейших игровых консолей и игровой индустрии и компания nintendo когда ее представила они сделали ставку на интересных играх и самое интересное что resident evil 4 был некогда эксклюзивом этой консоли и в общем-то в эту консоль покупали ради resident evil 4 после эту игру портировали на всеми более известную приставку playstation 2 который вы можете но при этом при портировании этой игры на playstation 2 эта игра потеряла ряд особенностей во первых она стала менее мрачная также не изменили систему подсчета денежных средств то есть какие-то вещи у торговца в этой версии например дороже и визуально это заметить как отличается версия для nintendo gamecube играть мы будем с вами японскую версию этой игры она представлена на 2 мини 9 дисках дело в том что nintendo gamecube использовал мини 9 формат вот таких вот дисков которая компания panasonic заботливо постаралась сделать для gamecube в частности это было сделано для того чтобы не платить различные финансовые отчисления поскольку если у вас используется в вашем устройстве 9 привод то вы должны выплачивать деньги собственно компаниям которые владеют патентными технологиями на дивиде там был консорсом компании которые владельки вегетом sony туда включена была и другие позже звонить я так и посмотрим я выключаю себе запись стримом ну картинка я думаю я так что акцентироваться на значит цель такая ли он работает на организацию против биотерроризма правительственный агент он и дело такое что украли дочку президента и он естественно вырывается и хочет разобраться вот в этой ситуации но и украл где когда и надо ее найти и спасти дочку американского президента вот местная полиция местная полиция вот этой деревушке где-то там в какой-то захолустье в какой-то европе там западной восточной европе то есть просто захолустье какое-то определенное и она собственно помогает ли он разобраться точек надо поставить олег радвий я вас тоже псих радвий наконец-то наконец-то у нас игровой стрим ледь надо игровые стримы делать чаще вот что не говори о игровые стримы это вещь это да сильно как это это лучшие стримы блять игровые стримы вот сегодня значит у нас с вами игровой стрим посвященный игре resident evil 4 самое шикарное игре современность вот так но надеюсь вам принципе слышно хорошо значит костюм я выбираю нормальный обычный не рпд там ничего так но первый ролик мы смотрим ммм я никогда не забывал это это был год когда эти грязные убийства происходили в арклей мунтажах скоро после новости вышла в целом в мире выяснили что это было в последний эксперимент секретный вирус проводил с интернациональным фармацевтическим интерпризом «Умбрелла» так ну вот мы приезжаем в деревню сюжет вкратце леона кеннеди оперативный агент 2004 год отправляют в деревушку вот эту вот чтобы найти президентскую дочь деревушка это европа европа западная европа говорить это очень смело в президентской армии шьи с бену поясом университет группы кто-то в том что у меня первая работа у меня в республике а фристика а лава сарай маски бай мать и ничьи сори так как видите четкость довольно высокая вообще автомобиля вот идет все там x-tur румыния да но сейчас я расскажу вкратце и сюжет принципе я думаю что и так его конечно все знают ну мало ли сись привет или может уже говорил но все же зачем переехал в питер как принял такое решение спасибо за дано так сейчас я в питер уже тысячу раз говорил просто мне понравилось тут жить хорошо приятно качественно поэтому переехал меня не было каких-то там определенных специфических целей переезда просто захотелось что-то поменять жизни так ну что ж южет леон кеннеди отличник боевой подготовки мега профессионал то есть когда он поступил в участок в ракун сити 98 год новобранцем а у него пять лет отличнейшей подготовки подготовки в подразделении вот именно подготовки американской полиции так скажем американскую академию он прошел прошел с отличием ну просто вот уже было в принципе даже на момент как бы службы девяносто восьмом году приходит только на службу он уже был в принципе хорош то есть он не просто так там занимался это не как в фильме резидент последнем дал долбоеб он там и какой-то бездельник после чего после событий ракурс сити ли он там набирается опыту еще больше и так далее так далее и в итоге даже на такое ну про по факту очень серьезное мероприятие защита спасти дочь американского президента которая была украдена некими там религиозным культом которые находится вот в западной вот этой вот европе и президент соединенных штатах отправляет никого иного а именно ли он и то есть понятно что то есть огромная страна соединенные штаты с 300 миллионов населения там и естественно там есть просто агенты высочайшего уровня которые бы могли осуществить данную операцию я думаю отборка была из самых лучших то есть лучшие из лучших по факту мега профессионалы либо псы войны какие-то то есть у которых и и боевые действия в горячких точках мира и ну то есть это уровень профессионализма зашкаливает то есть это самые лучшие по факту бойцы и из них был отбор сильнейший взяли ли он и на эту заданию на эту важнейшую миссию то есть спасти американскую дочь дочь американского президента вернее и вот мы пребываем собственно в эту деревню с местными полицейскими служителями закона и нам надо разобраться где она кто ее украл где последний раз ее видели что вообще здесь происходит вот такие дела резидента evil village мне игра в принципе так себе то есть на один раз она зайдет но переигрывать мне ее не хочется особо она мне не понравилась не сюжетно не взошла особо и не геймплей на кожу и так давайте посмотрим на графику то есть в принципе отличие я уже вижу кардинальный даже сейчас поскольку во-первых видно очень высокого качества текстуры на пистолете куртка волосы более детализированные ну и в принципе окружение листва и все это тоже в принципе более высокого качества вот то есть целом как бы заметно то есть даже когда ты вот подбираешь вот эти монетки то видно более высокое качество если уж сравнивать playstation 2 мылом то это просто ну колоссальная разница потому что на playstation 2 там чуть ли даже вот этого грузовика не было видно то есть там настолько мыльная графика что ужас ужас конечно здесь же смотрите даже вот фары просто текстура фар насколько высокая ржавчина на грузовике вот этом обратите внимание на сколько проработано очень высокое качество конечно тут дубленку как у леона она продавалась кстати на ebay по моему или на алиэкспрессе и принципе я не горю желанием ее покупать так ну книжки вот эти все видны и сундучки неплохо сейчас спрашивает не видели ли я вот эту вот девочку и мать recognize the girl in this photograph да пошел-ка ты нахер дядька говорит извини извини мужчина ты что с получился горит стоять полиция штата он горит да пошел-ка ты нахер какая полиция штата ты где милок находишься так и не запит не забывайте подписаться на канал нажать колокольчик ну и собственно люди добрые помогите какие Honestly мы хотим мышь 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА